В детской поликлинике номер один 6-й горбольницы Твери завершается первый этап ремонтных работ. Там провели большую работу по обновлению здания, которая не видела ремонта со времен постройки, а значит прошлого века. Что изменилось в детском медучреждении, расскажет Ирина Синягина. Здание, где сейчас располагается детская поликлиника номер один 6-й городской больницы, было построено в 1979 году. Сначала в нем была поликлиника «Химволокно», а уже детская поликлиника в него переехала в 1995-м. Полноценного ремонта в нем не было со времен постройки. Работы по обновлению детской поликлиники уже на финальной стадии. Фасад здания больше не серый, а наоборот яркий. Поэтому при посещении детского медучреждения становится немножко радостнее. Ярко стало и внутри поликлиники. Каждый этаж окрашен в свою цветовую гамму. Работы по обновлению детской поликлиники начались в сентябре прошлого года. И уже в январе 2024-го они находятся на финальной стадии. За столь короткое время удалось сделать достаточно много. Мы сделали основные, это передние, боковые фасады зданий. Сделали входную группу, современный фасад вентилируемый. И в том числе пандус, который им удобно и привозить на колясочках детишек. Также мы в входной группе еще предусмотрим теплый тамбур, где детишки смогут раздеваться. Сделали коридоры, лестничные клетки, которые были в очень плохом состоянии. А также проведены ремонтные работы у нас в зуботехнической лаборатории. Проведены работы в стоматологии, в рентгене. Больше всего изменился первый этаж поликлиники. Обновлена регистратура, гардероб. Установлены четыре большие плазмы, на которых теперь будет постоянно написано расписание приема врачей. Положительные изменения радуют и медицинский персонал, и, конечно же, родители с детьми. Зоя вместе с младшим ребенком Ромой пришла на плановый осмотр к педиатру. Здесь же наблюдается и со старшей дочерью, которой 6 лет. Очень довольна, что наконец-то ремонт произведен. Даже несмотря на то, что, получается, мы непосредственно участники этого процесса, продолжаем ходить. Все услуги нам продолжают оказываться. Мы к логопеду попадаем со старшей и к терапевту-педиатру ходим сейчас с младшим ребенком. Все хорошо. Ремонт никак не повлиял на работу поликлиники. Она ни на день не переставала работать. Педиатры и все узкие специалисты ввели прием согласно расписанию. В данный момент у нас работает 12 участковых педиатров. Ну и плюс, конечно, узкие специалисты. У нас есть практически все узкие специалисты. И обслуживаем мы около 15 тысяч населения детей детского. Планируется, что уже в этом году ремонт в поликлинике будет продолжен. В рамках второго этапа планируется капитально отремонтировать и кабинеты врачей. Поэтому в ближайшей перспективе поликлиника номер 1-6 городской больницы станет ярким примером того, как должны выглядеть все детские медорганизации.